Он не справился в первом подходе с этим весом и сейчас постарается все-таки его осилить. 130 килограмм 200 грамм это спортсмен весит. Чемеркин самый тяжелый, а вот Ронин Вельдер легче Чемеркин. Значит, у него, как говорится, 2,5 килограмма в запасе. Вельдер весит 138 килограммов 400 граммов. Швед успешно справляется во второй попытке с весом 175 килограммов. Показывают тренеры командующие цены. 177,5 килограммов без штанги. И первым к этому весу подойдет Норвежа от Систан Кримсер. Бараночник. Бараночник. Я напомню, что в рывке 2 его подходы оказались неудачными и он фиксировал штангу веса на 175. Очень доволен швед, все это понятно. Очень хорошо, когда в первом подходе, уже в первом подходе спортсмен фиксирует вес 220 килограммов уже в его активе. И теперь у него есть хорошая возможность увеличить свой результат. Ну что ж, второй представитель сборной Латвии. Начальный подход Андрея Чемеркина записано 230 килограммов. Вельдер 245. Будут ли они менять начальные подходы или нет? Трудно пока сказать, но уже близко. Во всяком случае, в первом упражнении Вельдер уменьшил вес начального подхода на 2,5 килограмма, а Чемеркин вес начальный не менял. Как было 185, так и начал. Что будет в толчке, осталось недолго нам ждать. На помосте швед. Прибавил 5 килограммов, 225 вес штанги. Да, один из претендентов на медаль в этом упражнении. В рывке у него всего лишь 175. Могут не засчитать. Вы видели дожим, дожим был явный. Так, тем не менее, судьи засчитывают ему этот вес. Засчитывают или нет, сейчас мы это узнаем. Ну вот сейчас мы посмотрим, будет наверняка повтор. Что же, сегодня, да, один все-таки не засчитают. Где было нарушение? Сейчас посмотрим. Демократична сегодня суть. Обычно подобную ошибку не пропускают. Смотрите за левой рукой. Видите? Даже. Ну что ж, 225 килограммов – это высокий результат. Он едет в 5- vib режим. Поех flashing. Вaging. Т роста. Ольга. Продолжение следует... 4-поех.